Андрей Ильич, ну, завершая тему конченого фюрера, все-таки стоит сказать, а как он все-таки кончен? У какой версии больше шансов? Что бы вы сказали? Вот дворцовый переворот – это плохое слово, неточное, стандартное. Это будет даже… Понимаете, он начинался. Когда вот до отъезда в Самарканд, ведь они были на одной волне, ну, скажем, там есть два человека, ну, какими-то отстаточками яиц или яичников, обладающие, это Ковальчук и Патрушев. В какой-то степени, ведь, помните, в нашей передаче несколько лет назад, когда мы изучали вот зарождение там мобилизационной группы, вот наши инсайдеры, Соловьев и Никдиевцев, они даже справедливо указывали, не так, что лидерами этой группы, ну, то есть такая ультрафашистская группа, мечтающая о реванше, о четвертой мировой войне, о реванше, о поражении Советского Союза в третьей, это Ковальчук и Патрушев. Даже вот, я помню эту фразу, информированного посетителя, бухающего с близкими, ну, с тем же Лавровым, он бухает с Песковым, у него такая форма, и Путин, скорее, частично в ней. Вот, собственно, тем крайним, крайним оппозициям ненависти и к Западу, и к Украине подводили Патрушев и Ковальчук, причем Ковальчук, если Патрушев такой тупой ФСБшник, все-таки, не больше, на роже все написано, то Ковальчук, извиняюсь за выражение, играл роль в этой банде некого такого интеллектуала, он единственный был, который на «ты» с Путиным, и тот даже немножко снизу-вверх. Так вот, эти люди, ну, и бесспорно Ковальчук, они достаточно глубоко поняли, что война проиграна, и я доверяю тем сведениям, которые есть, что они обсуждают, тот же Ковальчук обсуждал с Путином такой мягкий вариант, что вот на каком-то этапе, что нам всем надо соскакивать, и вот одним из таких промежуточных вариантов будет, объявляем, что в состоянии здоровья заболел, и временно передает обязанности коллективному органу, никто сейчас в наследнике не рмется, кому нужна и наличная ответственность за капитуляцию, коллективно все будет скрываться за коллективным органом, Советом Безопасности. Вот перед Самаркандом, я думаю, такой сценарий уже даже обсуждался. Самарканд все сменял, изменил. Путин как бы разорвал эти конвенции и резко повысил ставки. Но война, каждый новый успех украинской армии, они, по-моему, просто, судя по результатам последних двух дней, ну, вероятно, Херсон просто закроет все дискуссии. После Херсона вот этот вариант, мягкий или, может быть, в более жесткой форме, будет просто реализован. Субтитры создавал DimaTorzok